меня хорошо слышно очень даже слава иисусу христу я вам там отправил вот мне сейчас пришло письмо какое-то по телефону в латсапе зачитаю сообщение вообще мне неоднократно такое пишут выводи их всех на меня всех выводи больше ничего не надо у меня есть точка точка раньше когда писали мазбукой морзина ленты точка . а я так вот а я так расшифрую топор чурка конец это жизнь петуха точка я вот зачитаю сейчас как вот только что прям пришло сообщение ну вот да я выводи я салтая 300 километров от барнаула я присвитер истинно православной церкви раньше был пять лет баптизме потом девять лет в рпц мп давно слежу за деятельностью лапкина спрашивается зачем следит если зачем следит вы же не следите за его деятельность не читал его книги и смотрел ролики по канонам на самом деле лапки миляется еретиком сергианство и икуменизм то есть сочетание такое он сам себе противоречит одно пишет в книгах частности про мп и тут же противоречит сам себе сотрудничая с иритической московской патриархии который не является церковью христовой да такое сказать это бога надо не бояться конечно плюс к этому к этому явный протестантский дух как бывший протестант говорю это с уверенностью вы находитесь на опасном пути ведущим в погибель и других людей туда вовлекает то есть он не выдержал и написала так а почему написал то следил бы дальше да все это может дальше бы нашел что я нах нахожусь в апостольском времени дружу с апостолом павлом дальше-то не досмотрел и было бы все по-другому ну вот пять лет баптизме был потом в мп ушел оттуда пошел в другую церковь и все и теперь все что где был все это клинет ну вот смотрите вот так сказать что московской патриархии если не является церковью что за этим стоит вот такое само само это слово это сказать ну еще саку она для старообрядцев такое же для мусульман такое же честное то есть он не одинок это многие а что если коснулся церкви то теперь если с ним рассуждать а он кому принадлежит то что там где там все под сомнением рукоположение самое главное и пх там до истинно православная церкви какая-то ибо это истинно православные были которые вот подпольем были но они потеряли священство то но потом то лазарем рукоположили сейчас я не знаю в какой они стадии находятся у них все основано как у старообрядцев на осуждение на благовестие они никогда не ходили как как выходить так когда подпольная сейчас никто не гонит они по-прежнему дует в эту же самую дудку гонений нет ходи свободно покупай евангелие раздавай этого нету нас гонят а то так же как у туба птица поделённых никто не трогает ничего по-прежнему от наши отцы там страдали там были старобрядцы и коня не нас гнали у них одинаковый голос они как будто за одной партой сидят все их куда ни возьми везде пустота ничего нету а на осуждение ничего нельзя построить кроме того что сам человек погружается глубже а гордость выше он не расследует ему зачем надо он за бога решает суд божий уже не нужен я вот сегодня долго слушал с этим али говорите там ну али назвался кто его знает может александром был попутно назвали так вот если бы он на меня вышел беседа продолжала басили пять минут больше бы она не было я просто ему бы сказал с какой целью ты пришел так конкретно сейчас возражаешь где-то ну два раза еще можно потерпеть а три уже много а 20 в первые пять минут он и вылез иудеи требует чудес он от вас требовал чудес иудеи требует чудес мусульмане никогда этого не требовали а елена ищут мудрости но он ищет мудрости а какая видно что они грамотные и они евангелие от я она очень не любят и послание павла я то сидите их знаю конкретный разговор сейчас один на меня выходит еще там азерб какой-то и опять когда можно прийти но я-то ему не позволяю так вот чтобы он говорил начинают он против и сразу останавливаю разговоры вообще прекращается или вы вы высушили я ответил вам это не на пользу вы делаете с более ответственным до сегодняшнего дня вы не знали думали что вот так а теперь знаете так я могу по своей библии прямо показать вы показали она пима тебе кто не исповедует христа пришедшего во плоти дух антихриста согласно написано в нашей святой книге библия в антихристе как с антихристом и обольстителя написано обольститель я так и могу разговаривать не как по-другому я сразу беру жесткие рамки и начинаю рассказывать а чтобы вот так прыгать одно не ответил другое не знает третье там вот первые христиане подполье они там были тем более они хранили слово божие тем более он против самого себя говорит 50 лет до я я писал да какая разница 50 или а на самом деле 35 лет то есть вранье и писали переписывали да вот а септуагинта перевод так шел как раз и септуагинты с чем и воевал феофан затворник он даже тут не знает переводились оригиналы с еврейского сверяли какие там были ну копты сирийцы бульгата все проверяли с ним связь я как они понимали это слово феодатион акила симах ну четыре духовной академии занимались этим и синод проверял то есть он ничего не знает и время тратить не надо потому что он никто никто безбожник безбожник и верхогляд и вот их отпусти он сейчас будет там шалаф вылавливать его видно и по лицу и по ужимкам по всему что человек скользкий ничего там нельзя не ожидать никак его даже внешне видно как вот он говорит ужимается дергается выворачивается то есть там ничего нет он пошел туда ну еще до суда божия а там ты все это что я говорю признаешь в течение тысячи доли секунды тебе бог покажет для тебя сегодня важный день я тебе все это рассказываю ему сказал бы я я дальше тебе встреч этих не будет они не нужны ну и все а твое это лживое знание это полузнание твоим товарищем не нужны там уже четыре жены вам больше ничего не надо эпоха блуда наступила для тебя так что успевай не трать время иди тебя там ждут шлюхи и шалавы я ему быстро бы это рассказал но отвечали бы хорошо по писанию как и есть на волю то дали ему я не знаю может быть это так и надо но я не разрешаю им это я их сразу разворачиваю к тому что есть рога в землю чтобы он и опустил голову вот мне после этой беседы сами мусульмане пишут мусульмане извиняются за него и говорят мы хотим попросить у вас прощения за его поведение говорят если зато мы смотрели эту беседу если играть можно вообще назвать беседой хотим извиниться мусульмане сами пишут на другие то там восхваляют его но это вот которые его последователи они восхваляют а верующий мусульман он же в самой беседе несколько раз сам отрекся от мусульманства он допустим отрекся я когда ему сказал по поводу того что а иисусе христе все пророки пророчествовали он сказал ни один пророк о нем не пророчествовал то есть он сам пошел против своей книги корана отрекся от своей веры на чтобы чтобы доказать в данный момент что-то и люди посмотрят у меня друг верующий есть мусульманин он медресе учился арабский язык знает арабский и вот мы с ним беседуем у нас беседа состоит так я ему говорю как мы верим а он говорит как он верит и все и мы то есть никогда до хулы не доходит ничего не в его стороне с его стороны то есть верующие мусульмане до такого никогда не дойдут он использует источники которые неверующие то есть бард эрман это который неверующий он стал атеистом он перестал верить вообще во христа и ну то есть неверующий человек и естественно мусульмане даже они они смотрят и настоящие верующие и скажут это стыдно просто стыдно настолько так себе вести но мне братья пишут что надо было прерывать сразу беседу я с ними согласен полностью я с ними согласен но в данном случае и вот и как многие тоже пишут благодарим ты раскрыл нам истинное лицо вот этого человека мне пишут христиане ты показал какое у него настоящее лицо то что он веру то все потерял ну то есть какой то из этого польза тоже было какая-то ну да а это один из ну наверно самых таких и апологетов мусульманских которые вот сейчас в интернете есть он один из которых всего лет пять лет шесть только пальца чтобы нагадить то есть где-то там найти что-то против крестьянства то есть противник веры крестовой ученым себя считает да только делов то его только на дуревище выводить вот вот это один и тот же дух я почувствовал у нас есть миссионерские отделы вот они тоже чтобы чтобы доказать что хочешь привлекут и про всеми правдами и правдами то есть неважно то вот то же самое но тут сразу к на меня вышло столько людей и протестанты и прочие они просто готовы растерзать кого угодно и пока дай они местору дай контакты все контакты дай и вот те кто мусульмане на меня выходили те кто разрешал дать контакты я им только давал и они как накидываются на них и все больше их не видно не слышно у нас то со стороны протестантов там вообще такие есть которые то всю жизнь посвящать того чтобы опровергать ислам всю жизнь посвящать они мне пишут 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 про мухаммеда про там их книгу там и прочее я даже это много чего не слушаю потому что делать больше нечего как заниматься разбираться вот копаться мы христе говорим да прописание вчера в чат рулетки я зашел и уже должен был уходить но уже час я там проповедовал и вдруг какой-то бородатый мусульманин я ему библия показал вот 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 говорит что мне сейчас и нужно давай я тебе вопросы буду задавать он оказывается введет блок и его снимает и начал все он начал по как всегда кто говорит настроил давида против давида сатана ну то есть провести перепись сатана или вот потом про исчисление про то и где-то около часа потом ну и все как всегда потом он материться стал и все я уже там выключил ну то есть он уже не выдерживал потому что он перед своими зрителями сидит а я ему ответы даю а он то думал не ожидал это что ответы то пойдут уже перед зрителями сидит но итоге матершина пошла и все я ушел где-то вопросов 5-6 мы разобрали я ему показал по карану то что у них на 1500 лет раньше вариант а у него то у него мать у мариям это сестра аарона я по карану показал что это сестра аарона он как нет это просто сестрой названа то есть просто так назвали сестрой на самом деле это как бы так называется это значит прошлом поколениях но типа так просто называется я могу ну где покажи мне по писанию чтобы у вас по вашему писанию чтобы сестрой назывался тот кто полторы тысячи лет назад жил нет такого то есть на месте выдумал придумал много таких моментов разных вот они за цифры зацепили за цифры вот один горит у вас так пишет такие цифры другой другой другие цифры какому какого верить делать больше нечем человеку вера во христа все остальное оставляет позади жить для бога понимать время кратко а это нет все праздное я например по их книге никогда ни одного вопроса не задавал и задавать не буду а зачем они отвечают сами за себя мое дело господь не сказал устраивайте диспуты нет это проповедуйте евангелие всей твари марка 16 глава 15 больше ничего и не надо не диспутов со мнения разными названия где-то участвовать и нету этого прямо проповедовать я этим и занимаюсь и тогда можно сказать что кое-что успел да вот я чем больше сейчас общаюсь и больше понимаю что много много бесполезно в разговорах есть полезно только сказать о христе действительно и даже смысла нет чё-то опровергать или чего нету смысла показать только христа и все что в писании так написано все не надо вообще я один только аят беру это 568 все чтобы он посмотрел и увидел они даже слова и жил не знают ничего не знают говорить ими сказать о христе который умер за грехи людей а он то говорит о чем что если он тоже самое получил перед казнью то вопроса его тут надо было вот мне такой вопрос мазур от арон моисеевич или моисей аронович когда психиатрии был вот его дозвали там приехал он видимо из сербского института и вот а какой подвиг больше вот варвара великомученица и зоя космодемьянская как вы считаете лапкин я говорю зои космодемьянской подвиг выше выше почему она ничего не надеялась получить он как раз вот это и спрашивал если то же самое то же самую кровь но не знаю что крови то нету царство божие не кровь и плоть вот и если он знал что воскреснет вы то это часто по а он того хочет показать тогда если знали что я воскресну так это всех касается тогда подвиг сам не под сомнение ставится у всех екатерину мучили рвали все жены и девы мужчины за христа страдали степан он же знал что воскресе тогда в чем же его подвиг это знал это только знал оказать у жизнь так как человек держится и он это и хотел узнать а в чем тогда подвиг христа вот это он спрашивал то все время если то же самое он получает как бог и сам себя воскрешает и поэтому подвиг какого-нибудь большевика или фашиста в данном случае вот он сравнивает если он знает что ничего дальше нету исчезает навсегда и как для него это страшно да так но мы знаем это наших не то что там как-то подарок от бога вера осуществление ожидаемого и мы ждем этого а так как расставаться с жизнью то это та жизнь то неизвестно и выдержишь ты нет поэтому в данном случае мы точно в той же стадии находимся что ожидаем воскресенье из мертвых и поэтому сравнение с безбожниками которые погибают там гастелло бросает самолет другие которые конечно если брать уже все на чистый лист писать тот ничего не ожидает его подвиг выше но он погибает мой подвиг ниже я надеюсь уверен что я получу все назад как мать макавейская говорила и пальчики все будет на месте опять суждение то понятно а тут ничего не думает отрезали грудь никогда ее не будет все я исчезаю а мы знаем и воскреснем это будет все и царя ли николай и алеша все будут вместе вот с этой позиции то он и хотел узнать услышать он именно вот это хотел узнать тогда в чем же подвиг на в том что человек расстается зная даже страдая мучаясь и все это что не отречешься во время пытки я не знаю чем закончится это подвиг а другой ради партии все смотришь фильм коммунист коммунист видели может нет вниз нет а вот посмотрите там главный герой правда в другом месте он погиб подобранный здесь как он играет коммунисты когда раскулачивали отнимали ну и прочим настоящий коммунист и что за этим стоит вон герой он не надеется ничего больше получить в его стреляет он очень крепкий падает тогда уже все а верующие то я знаю что все получил от бога обратно режь по частям ты все получишь оттуда это вот я к тому что он все время сколько раз опять какой подвиг а что за этим стоит что стоит за этим за этим стоит то что здесь на земле мы как и христос как человек он умолится доминует меня ща шесть и я то есть страх и ужас все спустилась на его доминует меня ща шесть я но вот это но через три дня воскресенье мы верующие нам легко это рассуждать чтобы не было я верующие это от бога сказали там везде все бог любовь и он же потопил и садом гамору сжег и здесь да начал судить бога надо сразу прекратить богохульник я не имею права сейчас потому что грязь от вас летит и на меня я не могу этого позволить и все больше никогда не заходи по всем пунктам ты нечестивец богохульник и тебе анафема говоришь не то что написано в библии гола там 189 называйся на главу стих чтобы он понимал что ты печатаешь и все он там перед своими еще будет хорохориться перед маньками танками но это уже никакой роли не играет а туда уходит человек вот к нему туда ушел отрекаться христа и никогда не сказать христос воскрес но они такие люди то здесь то были они никто они еще чтобы знать веровать искренне пойти туда это это настолько дикий поступок это невозможно даже сказать вот это хотел сделать это как бы оповестить как бы я повел себя здесь нас такими беседовал не раз я не позволяю широко рот развивать у меня сколько раз повторял там камни откуда он про меня знает в чем-то даже одобряет в чем-то не одобряет тебя клеймит что ученик значит где-то что-то слышал его можно было спросить еще напрямую ты не выйдешь а его спрашивают тому пишут многие ему пишут а чуть ты боишься его боишься его провоцируют ты его боишься поэтому не выходишь много я смотрел то что ему пишут это трехминутная беседа он не не найди вопрос касающийся спасения не касается мы говорим о спасении а так это бесконечно почему не четыре ребра было мол господь бы у адама до 4 жены дал ты ответь почему если это лучше господь творит лучше у вас и также у нас 2 если вторая жена даже государственный строй фашизм коммунизм не разрешали этого не было закон ограничивал а то ничего нет ну что это вы о боге ты не думаете удовлетворение своим прихотям и рай ну по виду гаремом устроили они говорят гури и там будут гури ягра по-немецки гура гура проститутка переводится еще царство небесная проституция какая-то что ли нам даже считает страшно и смешно а у них это нормально верит вот он будет за ночь 40 делать не девственницами а потом они срастутся утром опять девственницы и так он всю жизнь будет только ломать и даже предсказательность духовного ничего нету в вере без христа в любой хоть тон там будь как ни назови без христа я жизни не хочу без него она пуста лишь с тобой спасение ищу в нем всей жизни красота вот так а эти у меня кого щупы которые помогали скрипнистике никого нет уже недели две-три куда они делись отдыхают наверно да еще устали то стихотворение прочитать какой же это труд затем будут буквы сами ползут если он уже знает как это делается непонятно же нет нет чтобы булки выползли это там поработать надо там же по времени подгонять все надо любую любую один купе и на буквы смотри на эти и говори сделать помедленнее еще чтобы успевать я не думаю что там другая там по-другому делается там не так там подгонять надо буквы именно это но приноровиться если то можно побыстрее ну да допустим он читает множество книг там при библиотеку но видно даже один по захватывает последнюю строку а другая наплывает он успевает и они все время на равном расстоянии текут все куплеты и одинаково считать какой же это труд не скажет я работал с мандарма работаю с монтажом это конечно труд много когда фотографии это я понимаю но здесь можно и без фотографии просто прочитать без фотографии чтобы текст был фотографии дачу накидал и все здесь буквы под словом они сходятся где-то но все равно это можно на экран вывести как вот я раньше делал виктор поет а я нужный куплет выставляю следующий куплет на просто на экране продергиваю счета вскрылись в братья никого нет нигде я с отцом даже говорил вашим когда будете думаю вот будем вот сейчас буквально сейчас у нас вы как только свободное время появляется мы делаем нам надо закончить тут по дому очень много чего у меня за это было как встречаемся и все как вот мы закончим с этим делом вот уже начнется работа такая у нас но он перед дождем еще не крышу будем делать хорошо ну так все тогда все помоги господи ну спаси христос игнотик мишу рад ваш голос услышать не благодарю за советы вашего как услышал их до этого которые говорят там если на православных всех посылай на меня по скайпу скажи и заранее скажи знаете все записывается можете задавать любые вопросы обвинения какие-то ну что вам больше то охота по упрекать его там или приговорить к чему-то но мне мне так выходит на меня выходят люди и задают про вас вопросы любят упрекнуть вас в чем-то а я одна меня большая честь выступать защитникам потому что мне бог я вижу где они ошибаются и могу сказать часто очень потом вы выйдете скоро видео будет выставлено может через неделю один человек там ваш но вас критикуют и мне в меня все о вас спрашивает я ему все отвечаю по полочкам раскладываю вот так на нет пока а которые были заходили если такие так но мы поможем поговорить узнать писание если он знает а записание отвергает вопросов никаких нету не избран имя человека не вписано в книгу жизни он полностью отторжен от жизни там и тратить время не надо всего не желает слышать и натикнуть а вот такой вопрос я уже сейчас мусульман ты много разговаривал но всех практически вот беседа с любым мусульманином он любом случае начинает богохульствовать ну допустим он говорит писание искажено уже за этим стоит словом богохульство уже за этим словом стоит то есть если это слово божие то она не если оно искажено то бог не удержал то есть он не не всесилен над своим словом он получается солгал когда сказал то есть уже идет богохульство и уже после этого не продолжать или это можно объяснить объяснить скажи вы это утверждаете зная проверили нужно знать оригинал и от не с ним сравните и показать вот в оригинале так а так а так вы вам сказал мула а мула библию в руках не держал или умышленно и солгал а умышленно и солгал это статья есть уголовного кодекса маленько то думайте если господь сказал не одна черта йота и знать как переписывали переписывали которые на каждой строчке в конце стоит цифра сколько букв сколько знаков на этот который переписывает он должен переписав снова пересчитать это очень дорого стоило это 20-летие говорю труд рабочего это представь какая там выделана специально из какого животного кожа когда он переписывал буквы а за ним проверка шла если было обнаружено два раза он букву упустил весь свиток уничтожался они понятия не имеют они боялись как огня добавить букву одну но когда это священный текст это не просто какая-то литература и кто бы умышленно искажал когда знаю что умышленно значит не божье куда я попаду если будут а по выдумке жить неразумно за ки за кого считает людей то а наша книга там такая то она с неба не надо я ваши книги не 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 разговариваю я считаю вот по слову божию другого имени нет вы его не знаете другого имени нет 412 я не я сразу его загоняю прокрустого ложа священного писания все крылья сразу ему обрезаю и говорится и рогами в землю он ни разу не читал библию а говорит что она неправильно теперь ты знаешь правильную которая была тору считал на еврейском языке нету ничего не знаешь есть те кто переводил а вам они не понравились может быть вы сравниваете видите не так переводил нет ничего этого нету пустословия зачем же я время тратить буду до свидания до просто спокойно говори мы все спасти христос да ну а слава божию еще это опыт приходит тоже часто встречаются перед большим собранием или вот в разных университетах и тысячи вопросов я не знаю ткачев гущен отвечал или смирнов он должен знать жития все каноны а не то что написал кто-то пастернак или дементьев он начинает вот такой-то такой-то маяковского жена там было мне это зачем знать я сравниваю с то что у нас есть святые отцы истолковали так то а у них этого нет главное это библию вот у меня в каждой книге в среднем три тысячи ссылок на библию 3000 но у них нет у меня проповедь они 1300 напечатанное у них ни одной нет он сказала спросил завтра он будет по-другому говорить нет у них вот так чтобы целый каталог 1300 проповедей так это только часть мало и чтобы такой разбор был нет у них этого нет это работа настоящий не то что сказали я в любое время готов буду на любую тему говорить говорить то можно а я сила ты вымолил бога чтобы бог говорил а ты как рупор передал тогда она будет видно что она стоящий если кто-то примет он не увеличит твой грех обходите говорит море и суши и делайте сынами гиены вдвое худшим вас все отхожу добрый добрый день слава христу да слава богу сейчас мы вячеслав беседовал с мусульманином я ему рассказываю но я ему все сказал он перескажет хорошо отвечал описанию но беседовать надо было закончить примерно через три минуты он богохульник ничего у него нету это просто по лицу видно блудяга какой-то ничего у него нету но ему надо место было дать писание если ты желаешь спасения наступил день твой прозрение спорить никто не будет везде утверждаешься спорит тот кто ничего не знает меня бог не послал спорить а написано проповедуйте евангелие не послал диспуты устраивать нет но проповедуйте евангелие всей твари вот и твари я тебе проповедую коротко ясно и сразу ну священное писание на меня-то ведь выходит ни один не два речь идет о тысячах только с мусульманами у меня тысячу двести роликов беседа с мусульманом тысячу двести явление не только для мусульман первую еще да и притом на один ролик у меня бывает из несколько встреч с ними говорит даже среднем взять два это уже получается 2400 встреч было а было то намного больше и как они по-разному ведут и им разгуляться здесь не приходится на моем поле они будут очень тихо себя вести на свое место возвращается как молитва идет на техничка как вам вообще дышится в духе до слава вас очень видите вижу что всегда тоже помощью совсем вы справляетесь совсем вот вот даже сейчас вот находитесь здесь вы сколько вы уже находитесь в молитве вот здесь в интернете со всеми вячеслав сколько ты времени уже находишься два года два ну и в неделю в среднем сколько раз на молитве бываете по разному но бывает если посчитать ну среднее среднее так скажи теперь два года за два сколько раз были теперь когда ты каждый день смотришь молитва кроме молитвы там выступает кто-то говорит усатая то другое спроси кто это все имеет а я все это храню у меня особая полка где я все копирую каждый день и все сохраняю телефон телефон я отхожу все сходи давай уходи все ну ты можешь назвать это вот но ты первые слова говори звонит петерима алифтина трудно тебе сказать это так слушаю куда зачем не надо все это надо пусть приедет сюда забудь это даже она здесь рядом через стенку то утром доходить не может идти с костылем да не надо это забудьте про это больше я категорически против она не движется совсем даже на молитву прийти не может через стенку зачем ее туда ввести когда это полумертвый труп а не проси я не просил чтобы вы меня просили надо пусть приедет сюда здесь и поговорить не трогать и она не годна никуда за ней все время и воды принеси то вынеси они золу не выносит даже золу высыпать не может об куда-то она пошла зачем на позор вести я тебе сказал а ты опять за то же самое ты еще в самом деле то я прошу так да я тогда и не нужен проходите сюда свяжите и визите я запрещаю ехать все а